Даже и не задумайтесь, почему тот или иной человек отнёсся к вам так или иначе. Просто достаточно понять одно, что счастливый человек хочет сделать вас счастливее, но несчастный человек хочет... С вами Марс Клуб, канал дегустации алкогольных напитков со всего мира. И сегодня мы попробуем отличный купажированный вискарик. Поехали! Привет тебе, Никита! Здорово! Здравствуйте! И сегодня мы с Никитой вместе на доме будем... Эксклюзивчик эксклюзировать. Да, откроем вот эту коробочку. Эту коробочку я приобрёл в Дьюти Фри в Дубае, когда в этом году отдыхал в этой замечательной стране. Стоимость этой коробочки, сразу вам покажу, 80 долларов. И здесь два очень интересных напитка. Открываем. Оператор покажи поближе. Очень классно сделано. Да, даже классно продумано, даже здесь. Липучка. Здесь специальные липучки. Итак, достаем. Блэк лейбл. И новинка прошлого года. Ислан Грин. Зелёный остров. Джек лейбл. Зелёный остров. Здесь, ну, доставай. Это классический, да? Блэк. Да, это классический блэк лейбл. Чёрный блэк лейбл, который мы уже дегустировали на канале и о нём рассказывали, мнение своё сложили. Итак, новинка. Ислан Грин. Зелёный остров. Блэк лейбл выпустил эту бутылочку в прошлом году, в июле прошлого года, заменив марку Грин Лейбл. Грин Лейбл, да. И в связи с тем, что Грин Лейбл больше не выпускается, была выпущена вот такая эксклюзивная литровая Ислан Грин. Зелёный остров. Сразу хотелось бы сказать, что изменилось вообще в оформлении. Ну, во-первых, форма самой бутылки. Давайте же сравним. Коробки мы уже сравнили, да? Одна больше другой. У меня тоже вызвал недоумение, когда я купил вот эту коробочку и достаю. Думаю, почему одна больше другой. Когда я достал бутылку, я был ещё более удивлён. Одна бутылка литровая и другая бутылка литровая. Посмотрите, оператор, покажи, пожалуйста. В чём подвох? Да, в чём подвох? Ну, когда я взял в руки эту бутылку, это сразу было заметно. Ну, во-первых, посмотрите, какое толстое дно. Если посмотреть на край, тут видно, что не только дно толстое, но и толстые стеклянные стенки. То есть, вся бутылочка сделана более строго, более качественно, более толстое стекло. И поэтому разница, ну, просто очевидна. Но никто же не скажет, что здесь литр и здесь литр. Итак, Джонни Уокер, основатель компании Джон, по прозвищу Джонни Уокер, родился в 1802 году и в 1820-м открыл бокалейную лавку, в которой он продавал алкоголь и купажировал чай. Затем Джон, по прозвищу Джонни Уокер, передал хозяйство своему сыну Александру. И Александр уже начал купажировать виски. Ну, и с тех пор как бы пошло. Кстати, что замечательно, именно Александр Уокер придумал квадратную форму бутылок. Почему квадратную? Все очень просто. Во-первых, больше влазит в ящик. Хранить удобнее. Да, хранить, не, упаковывать. Упаковывать, да. Упаковывать. Меньше бьются, но и более компактно. Именно вот в этой квадратной форме. И, кстати, он придумал наклонную этикетку. Угол наклона 24 градуса. Даже это указано. 24 градуса. И именно вот этот наклон позволяет читать название. То, что налит в бутылке, не наклоняя голову. То есть, ты смотришь ровно, а надпись читается легко и непринужденно. Ну что, давай отставим в сторону. Black Label. Кстати, в Black, в этой бутылочке, купажировано 40 сортов виски. 35 из которых, как пишут, солодовые. 5 зерновые. В этой же бутылке, в Ислан, Грин, Зеленый остров, купажировано всего лишь 4 односолодовых виски. Мастер купажа Джим Беверич, который амбассадор. Беверич. Да, да. Главный мастер купажа или блендов Джонни Уокера. Он взял 4 односолодовых виски, которые, по его мнению, представляют 4 основных вкуса. Я не буду перечислять название всех этих 4 виски. Они для меня ничего не значат. Чтобы я их раньше не пробовал. Он взял именно 4 и сказал, что я взял 4 и смешал их так, чтобы каждый из 4 вы почувствовали. Но вкус общий этого бленда раскрывался еще вполне, еще красивее. И, кстати, изменилась этикетка. Вот вместе со сменой марки, со сменой названия изменилась немножко этикетка. Если внимательно посмотреть на этикетку, оператор покажет, да? Здесь появилась белая такая линия, на которой, во-первых, если вы заметите, вообще на бутылке убрали возраст. Если раньше писалось 12 лет, 3 года на Red Label, на этом на Black 12. Здесь раньше было Green Label, было 15 лет. Сейчас с бутылки убрали возраст. И, значит, крепость этого напитка 43 градуса. Если здесь 40, то здесь 43. Никит, ну давай, я разрешу тебе, позволю вскрыть эту бутылочку. Там специальный язычок. Завидуете мне. Да, кстати, мне еще нравится никаких лишних слов. Вот возьмите нашу бутылку водки. Пошлый, ладно, пошлый пример, но сколько цифр, букв там, описание, кому можно, кому нельзя. Здесь два значка. Не пить за рулем и не употреблять беременным. Все, открывай. Да, пробрендирована даже этикеточка. Вот такая пробочка настоящая, пробковая, дерево. А пробку покажи вторую сторону. Да, и вот здесь. Пробрендирована тоже? Да. Ну все очень красиво, все очень здорово. Все очень дорого. Ну давайте вот эти два стакана в сторону. Вот эти два стакана мы и нальем по небольшому глоточку. Чувствую, у нас будет сегодня хороший вечер. Да, я даже не сомневаюсь. Бутылочку поставим в сторону. Что ты скажешь на нос, юноша? То есть на запах. Слушай, ну блин, достаточно такой приятный аромат. Да. И вот, кстати, вот здесь, вот именно на этой золотой линии написано, в помощь чайникам, или как они говорят, начинающим, что здесь дымный виски островной стиль. То есть островной виски. Дымный островной виски. Здесь написано для тех, ну кто пытается разобраться. Кто просто покупает виски, взял бутылку. А какой там вкус? Сладкость, цветочная? Тут тебе пишут, дымный островной вкус. Пожалуйста, чтобы не рассказывать. Давайте попробуем на нос. Ну да, ярко дымный. Дым, дым есть, да. Да вообще, очень яркий. Прям такой, да. Дать постоять им, чтобы он раскрылся. Да он уже раскрылся. В принципе, ножки тоже какие. Ну не густые, знаешь, вот нет такого, что прям вот. Какой приятный запах. Он фруктово-дымно-дубово-вискарный. Обалдеть. Ну вот градус чувствуется сразу. В нос бьет. Да? Ну, по крайней мере, мне так. Тебе я так показал. Ну, ради бога. Если для этого и в кадре, чтобы высказал свое мнение. Очень здорово пахнет. Глубоко, красиво, дымно. Вот мы потом откроем и сравним с Black Label. А, все-таки мы его откроем? Да, мы все-таки его откроем, потому что все познается в сравнении. Так, ну давайте попробуем на вкус. Ваше здоровье. Ваше здоровье, дорогие. Ой, как они звенят. Да, специальные красивые бокалы. Да, да. Ну, договори. Ну, давай так, не обожгло. Так. Очень легко пьется. Так. Вот, я даже подержал немножко во рту и вот понимаю, что нет такого вообще отвращения никакого нет. Даже, я бы сказал, вкусно. То есть, не чувствуется спиртозности вообще. Вот, то, что я почувствовал, именно какой-то конкретный вкус, я пока еще не разобрал. Давай сделаем глоток побольше. Да. Очень вкусно. Ну, как всегда, второй глоток идет всегда помягче, потому что он побольше, спиртозность чуть-чуть под языком. А вот у меня нет. Ну, я же сейчас говорю свое мнение. Обволакивающий, дымный, глубокий, слегка соленый, торфяной, вот обкуренный вот этот аромат. Он мужской, он грубый. Этот аромат подразумевает сразу, ребята, нельзя меня пить залпом. Пейте меня в растяжечку, пейте меня аккуратно. Со льдом? Ну, для начинающих можно и со льдом. Но я думаю, лед испортит. Тут настолько точный купаж, красивый, выдержанный, взвешенный. У этого напитка такой вот широкий букет вкусов. И вот я чем больше говорю, тем больше раскрывается во рту ароматика. Я предлагаю сделать паузу и сравнить с Black Label. Ну и так, быстренько взрываем горлышко у бутылки Black Label. Сразу, кстати, заметь, как она. Здесь, конечно же, попроще, здесь не закладывается пленочкой. Та же фирменная бочкообразная пробочка, на которой написано Джонни Уокер. Открыли. Дозатора нет, на них никогда не бывает дозатора. Попробуем короля виски, черный король виски. Это то чувство, когда ты дегустируешь абсолютно два классных напитка. Ну давай попробуем. Но цвет, смотри, богаче сразу. Мне кажется, он на вкус будет богаче. Цвет богаче, вот правда, вот реально, да? Когда говорят, что цвет? Ну вот, цвет... Более темный. Да, более темный, более качественный, более аппетитный, я бы сказал. Больше янтарный такой. Ну да, более янтарный. На нос. Дыма нет. Дыма нет, он сладче. Он добрее. Добрее, да. Вот тут немножко жесткий. Этот позволяет... Разрешите девушке познакомиться. Хотя вот сейчас дым есть. Ну немножко. Он... Я всегда говорил, вот когда дегустировал ранее, если вы хотите, можете посмотреть ролики Black Label и Red, я дегустировал, что все-таки он всегда мужской. Ну хотя на него... Ну тот мужик нарисовал. Ну мужик... Ну тот больше мужик. Тот мужик в шляпе с автоматом в 60-х годах в Англии. Чикаго. Чикаго, да. Сигарой. Вот тот мне напиток этот напомнил. А этот немножко такой помолодежнее, что ли. Да нет, он тоже, знаешь, мужчина... А вот пошел, да? Пошел, да? Вот у меня только первый раз... Ну... Такой виски он сразу не отдается. Ему надо дать время подышать. Но в связи с тем, что у нас на улице темнеет, а ролик надо доснимать, мы не будем давать времени на раздумья даже этому напитку. Он слаще. Ну давай, ваше трое. Как они звенят, а? Давай еще. Какой круто. Да, да, да. Я не могу сказать, какой из них лучше или хуже. Да, и вообще слово хуже к этим напиткам не повернет. Да, я скажу. Зеленый круче. Зеленый круче? Он у него, да, у него гораздо ярче вкус. Он более породистый. Да, породистый. Он опытный. А этот такой, ну... Простоват. Уже, уже когда сравнил. Но если мы сравним его с чем-то другим, да, то... Голл плейбл, да. Мы поймем, что разница будет велика. Итак, дорогие мои, подводим резюме. Два джентльмена. Какой из них лучше, какой из них хуже, определите только вы, не мы. Мы сказали только свое мнение. Оно субъективно. Оно лично мое, лично его. Но они хороши оба. Качественные. Не зря их зовут королями виски. И не зря они продаются больше всего в мире. Совершенно не зря. Единственное, что, остерегайтесь подделок. Ну и отличные напитки в каждый дом. Да. А можно, чтобы у меня здесь шляпа появилась сейчас так? Пу! Можно. Только не шевели головой. Внимание, шляпа! Шляпа нет. Пейте виски. Всем пока-пока. Поставьте лайки. Подписывайтесь. Ну и пишите, что бы вы хотели от нас еще услышать. Пока!